Недавно я рассказывал об оперативе и о том, как его подавать, чтобы не испортить прием гостей. Вдруг пропустили, можете кликнуть по ссылке и посмотреть ролик. Ну а сегодня мы будем говорить о напитке, который трапезу не открывает, а наоборот совершает. И называется он диджестив. И его роль в винном этикете ничуть не меньше, чем роль оператива. Может быть даже больше. Помните, Штирлиц говорил? Или это был не Штирлиц, а Борман? Запоминается последнее слово. Так вот, диджестив – это и есть то самое последнее слово, которое запомнят ваши гости. Важно с ним, что называется, не промахнуться. Меня зовут Алексей Капуста, и я создатель винной школы онлайн «Витиспро». Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, то подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Само слово «диджестив» французского происхождения означает оно буквально «средство, способствующее пищеварению». Так уж вышло, что в средние века аристократы любили очень плотно поесть, а после обильных трапез частенько страдали несварением. И здесь им на помощь приходили аптекари, которые подчевали объевшихся богачей различными горькими субстанциями на травах. Еще в средневековой Франции были популярны ликеры и различные смеси на основе вина, пряностей и сахара. Считалось, что эти сладкие напитки тоже помогают пищеварению. Ну а сегодня пищевые привычки людей немного изменились, а традиции остались. Правда, на первый план вышла другая роль диджестива – закрепить послевкусие красиво завершенного вечера. Диджестив для трапезы – это как финальный выразительный штрих портрету. Когда я рассказывал про аперитив, то говорил, что неудачная подача этого напитка может испортить весь прием гостей. Диджестивом все не так строго, даже если вы с ним прогадаете, то вряд ли это напрочь перечеркнет впечатление от хорошего вечера. Но все же стоит постараться, чтобы этот напиток стал для ваших гостей ярким, финальным аккордом и оставил приятное послевкусие. Как этого добиться? Прежде всего нужно знать несколько простых, но довольно фундаментальных правил. Итак, диджестив должен быть крепче и насыщеннее аперитива, а также всех напитков, которые вы подавали в течение вечера. Здесь логика очень проста. Если, к примеру, подать легкое игристое вино после плотных красных, то оно попросту потеряется, покажется безвкусным. Второе – гармонировать с напитками, которые все это время были на столе. То есть важно учитывать, из какого сырья они сделаны. Допустим, за ужином вы пили вино, тогда диджестив должен быть на основе винограда. Например, коньяк, граппа, крепленное вино и прочее подобное. Далее, не конфликтовать с едой, которую вы ели за ужином. Предположим, у вас именно на этом ужине в меню было много плотных жирных блюд. Тогда лучше воздержаться от сладких напитков или сложносоставных коктейлей. Лучше взять что-то с кислинкой или горчинкой. А вот после легкого ужина вполне возможно подать ликер, десертное вино или коктейль. Диджестив должен подаваться небольшими порциями. Обычно это 25-50 мл. Кстати, есть специальные бокалы для диджестива. Они компактные, тюльпановидной формы с широким дном и плавным сужением кверху. Что касается вкуса, то здесь ограничений для диджестива практически нет. Довольно часто он бывает сладким и заменяет десерт. Но это может быть и горький, и кислый, и кисло-сладкий, и даже островатый напиток. Существует две традиции подачи диджестива – французская и британская. В первом случае мы учитываем его пищеварительные свойства и его вкусовые качества. То есть это может быть что-то не сладкое, крепкое, с кислинкой или горчинкой. Но вот в британской традиции основной упор все же делается на вкус напитка. Так уж повелось, что британцы любят пить на диджестив что-то сладкое и с комплексным сложным букетом. В идеале портвей. Это, кстати, один из любимых диджестива Елизаветы Второй королевы. И вот наконец мы подошли к тому, какие же напитки можно подавать на диджестив. Список очень обширный, поэтому я подготовил для вас только топ-10 из вариантов. Коньяк или Арманьяк, Кальвадос, Граппа и другие виды бренди. Сухи крепленые вина Херес Мадера. Десертные вина Портвейн, Такай, Сатерн и т.п. Мощные выдержанные красные вина. Древние бальзамы, Игермейстер, Ундерберг и т.п. Сладкие ликеры, вермуты, виски и коктейли. Если же с чистыми напитками все более-менее понятно, то про коктейли хочется сказать еще несколько слов. Потому что их подают как на аперитив, так и на диджестив. Но это совершенно разные напитки. Как не перепутать? Очень просто. В начале трапезы нам требуется что-то максимально легкое, а вот под конец уже можно выпускать тяжелую артиллерию. Есть несколько групп коктейлей, которые принято подавать на диджестив. Сауэры. Здесь, как можно легко догадаться, речь идет о кислых напитках. Они хорошо помогают переполненному желудку выделить сок и переварить жирные, сытные блюда. Ойстеры. Это коктейли на основе цельного яичного желтка с солью и перцем. Такие напитки не сладкие, а скорее кисловато-острые, потому что в них часто добавляют томатный сок и перец. Также в этих коктейлях присутствует крепкий алкоголь – виски, джин, текила. Они помогают взбодриться и стимулируют пищеварение. Фроузены. Здесь тоже легко догадаться, что речь идет про очень холодный коктейль, основную часть которого составляет лед. Его измельчают, насыпают в бокал, а сверху льют алкогольный напиток. Такой дежестив отлично освежает после ужина в жаркий летний вечер, например, на террасе. Смеши. Это крепкие коктейли на основе мяты. Они успокаивают, помогают расслабиться и подготовиться ко сну, ну и тоже улучшают пищеварение. Флипы. Это еще один вид коктейля с яичным белком, только здесь он размешивается с ликером, сиропом и пряностями. Такие коктейли слабоградусные, сладкие и вполне могут заменить собой десерт. Слоистые. Приготовление таких напитков требует мастерства и терпения, но если уже очень хочется удивить гостей, то почему бы нет. Главный секрет – наливать в рюмку или бокал напитки разной плотности, и тогда они не будут смешиваться между собой и лягут ровными красивыми слоями. Но сразу хочу предупредить, следом за вау-эффектом может наступить разочарование, потому что на вкус такие коктейли могут часто быть странноватыми. Поэтому если не уверены в том, что все компоненты прекрасно подружатся между собой, лучше не экспериментируйте. Ну и напоследок хочу напомнить, что дежестив – это не просто напиток, это своего рода ритуал. К нему прилагается приятная беседа, теплая атмосфера и радушие, конечно же, именно из этого соткана магия вечера и дружеских посиделок. И тогда, гарантирую, гости уйдут от вас не просто довольными, но и счастливыми. Друзья, хочу спросить у вас, какие дежестивы вы обычно подаете под конец застолья? Пишите в комментарии. А чтобы вам было проще готовиться к следующему приему гостей, скачивайте в комментариях к этому видео – удобную инфографику с основными видами дежестивов. Ну и если вам это видео понравилось, то расскажите об этом мне или ютубу, кликнув по кнопке лайк. А если вы не хотите пропустить еще более интересные новые видео на этом канале, то подписывайтесь и кликайте на колокольчик. Также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка поделиться. А поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать наш канал. Главное – мы с вами распространяем настоящую винную культуру. Это, согласитесь, дело благородное. Мы ведь делаем совсем другой канал про вино.